итак привет друзья в этом видео я вам покажу как я делаю на доске вот такую вот симпатичную курочку с помощью выжигателя покажу поближе просто набросал карандашом таком декоративном стиле и сейчас мы попробуем ее выжечь для выжигания я обычно использую два этих прибора это один из самых простых выжигателей строительного магазина паяльникового типа в него вкручиваются различные насадки одной из таких насадок очень удобно выжигать фон но все же при длительном использовании рука устает так как ручка находится далеко от жала в этой работе мы его использовать не будем так как работа будет покрываться акриловой краской этот же выжигатель более привычного на внешнего вида по типу станции с удобной деревянной ручкой напоминающий карандаш это выжигатель украинского производства вот так вот он выглядит им очень удобно выжигать тонкие линии делать контурный рисунок но все же в дальнейшем я бы вам советовал купить более серьезную выжигательную станцию так как он не очень надежен из-за перегрева его приходится выключать каждые 20 минут далее вводим работу по контуру намечаем основные линии это нам поможет когда мы покроем работу краской даже из-под краски выжигательные линии будут нам хорошо видны для этой работы это не критично но для какой-то более сложной это будет возможно более удобным вариантом а и Субтитры создавал DimaTorzok Вот так потихоньку работа начинает вырисовываться вместе с контуром. Главное, сильно не пережигать, чтобы не оставлять ямок, различных углублений, неровностей, пятен на дереве. А также стараться вести контур ровно. Не спешить, процесс это не быстрый. Если, допустим, рисование у меня такая же работа уйдет, допустим, 40 минут, час, 3 часа, то эта же работа выжигания может занять и 7, и 14 часов, в зависимости от сложности. Итак, друзья, мы сделали контурный рисунок курицы, а теперь будем разукрашивать ее акриловыми красками. В основном курица будет черная, красная у нас будет клювий гребешок, и желто-оранжевым будут лапки. Для этого нам понадобится вот несколько кисточек, и, возможно, понадобится белый маркер для того, чтобы ставить точечки. Субтитры подогнал «Симон» Вот мы уже почти разукрасили нашу курочку. Осталось только закрасить красным клювик и гребешок, а также сделать лапки оранжевого цвета. И потом можно будет уже ставить белые точечки, дабы сделать курочку более интересной, более стильной. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Далее мы просто берем маркер-кисточку, который при разной степени нажима делает разной толщины линии, и наводим белым цветом все линии, которые мы делали выжигателем. Они видны. Далее мы просто берем маркер-кисточку, И так, друзья, наша курочка готова. После покрытия лаком я поправил тут пару нюансов. Например, сделал чуть светлее клюв и чуть более светлее и более желтые лапки. Вот, еще немножко поработал над крыльями. Покрыл лаком, только в углу случайно распылилось больше лака, чем нужно, и получились какие-то разводы. Но в целом лак прозрачный, но в целом лак прозрачный, хороший, ничего не видно. А вот, собственно, каким акрилом лаком я покрывал. Самый обыкновенный, высыхает за 15 минут. Покрыл в три слоя. Друзья, пожалуйста, оставляйте комментарии под видео. Мне очень интересно, пробовали ли вы разрисовывать ваши доски, и что из этого получилось. А также подписываемся и ставим лайк. До новых встреч!